Привет, друзья! Сегодня будем пересаживать орхидею, которая не пересаживалась года четыре. О май гад! Это Алинкина орхидея, попугай. С нее начался наш канал. Распаковка на моем канале есть. Всем привет! С вами Алина Гафи. В этом видео мне пришла вот такая вот посылочка. Ну давайте же посмотрим скорее, что в ней. Продолжение следует... Наконец-то теперь у меня тоже есть. Вот, я уже освободила нижнюю часть. Корни хорошие. Есть воздушные корни. Их много, это самое главное. На вид они здоровые. Да, зелененькие. Листики тоже хорошие. Ну и давайте уже приступим к самой интересненькой части. К цветочкам. Можно немного кусачек. Я знаю. Так. 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 Там какой-то портрет девушки. Кстати, она просвещает. Боже, у нас как не... Донателло? Какие-то портреты. Ну, покажи, что ли. Такая вот орхидейка. Желтый цвет орхидеи для детей вдохновляющий. Просто я рисую. И мне как раз такая нужна для вдохновения. И раскрытие талантов. Вот. А покажи, что там было на... 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 На обратней части за изображение. Боже. Бабка такая... Ха-ха-ха-ха. О, боже. Страба. А вы, я почистил? А ничего не написано? На английском. На английском. Вот. Интересно. Сорт, кстати... Попугай. Попугай! Алина у нас петух по знаку затяг. Петух. Ну, и попугай подходит. Лёгтенькая такая. Так что, да. Такая орхидейка. Очень много цветов. Бутонов, по-моему, нету, да? У меня бутонов нет. И вставлю точную цифру, сколько она не перестаживалась. Не, ну, цветё, значит, ей нормально. Не, ну, нормально, ну... Блин. Давайте посмотрим хотя бы... Ну, давай, давай. В середине горшочек заглянем. И вообще, как она себя чувствует. Ну, корни, я хочу вам сказать, что действительно нормальные. Нет, здесь порченые, но в основном корни нормальные. Ну, видишь? Просто оголилась, как вот тут. Подцепить надо больше горшочек и свежий грунт. Мы будем её пересаживать цветущей, потому что у нас потом к ней руки точно не дойдут. Я попересадила свои все другие орхидеи, которые сейчас не цветут, но нуждались в пересадке. Поэтому попугая и суждено было. Уже столько лет ждал. Вот такие корни. Корни хорошие. Пару штук вот есть. Сверху плохих в основном хорошие. Но нам всё равно надо избавиться от этого старого. Субстрата. Что приступим. Короче, нашла идеальный горшочек для него от Беклипа. Беклип только что я пересадила в больший горшок. Сейчас вам покажу. И действительно, попугай у нас очень трудолюбивый. Он свёл по несколько раз в год. По 2-3 раза. И очень долго цветёт. Единственный недостаток цветочка, что он потом блекнет. Такой яркий становится. А так он вообще мега трудяка. Я вообще ему удивляюсь. Так что в орхидеи не пересаживалась 4 года. Мама, она свонячила. Блин, я вообще-то ухаживаю за твоей орхидеей. Не, главное, её орхидея. Не, ну цветёт же. А я за ней ухаживаю. Я тебе её подарила. Она свечёт, потому что я за ней ухаживаю. Ну, я тебе её дарю. Спасибо. Пирожок, пирожок, пирожок. Пирожок. Пирожок, пирожок, пирожок. Сколько тут воздушных корней? Хотя корни тут хорошие. А тут сколько она попускала воздушных корней? И вот дальше продолжаем. Результат пересадки. Немного больше кашпо. Буквально на 2 сантиметра. Шейка села немного глубже. Воздушные корни не заглубляла. Так как они были, так и есть. Ну, надеюсь, ей понравится. Ну, и немножко покажу, раз я уже на этом вот не цветение. Королевская орхидея цветёт очень давно. Обалденный цвет. У неё её сиреневый, такой лавандовый. Ну, больше к сиреневому, конечно. Цветы большие, очень огромные. Но в этом году не такие огромные, как в прошлом. Пересадила тоже. Так что. Обновила ей тоже грунт. Суга Лоуренс. Это просто восхитительный аромат. Она такая ароматная. Она такая яркая. Ну, красотка. Аромат, я вам сейчас скажу. Древесно-цветочный. Ой, и липкий. Липкость есть. Липкие капельки. Тоже её надо будет пересадить. Потому что она немного выскочила из горшка. Но я ей подсыпала сверху свежей коры. И, наконец-то, распустилась моя чёрная птичка. Сейчас я её разверну, чтобы не сломать. И хочу показать вам новую реанимашку. Которая цветёт неугомонно просто. Смотрите, сколько у неё упор. Раз. Два. Цветонос до такой степени огромный, что он просто под своей тяжестью может сломаться. Я его уже закрепила. Красота нереальная. Она просто необыкновенная. Она постоянно доращивает цветонос. Она начала цвести, мне кажется, ещё зимой. И вот до сих пор зима, весна, лето. Вот ей на этом окне очень нравится. Она просто себя тут чувствует великолепно. Так, чёрную птичку сейчас сниму, покажу. И тут у меня зацветает золотое яблоко. Это у нас будет первое домашнее цветение яблочков. И снимаю птичку. А, так осторожно, осторожно, чтобы ничего не поломать. Вот какая она прикольная, кстати, я никогда не замечала. А, это первый раз в этом году у неё по краешкам такие белые штучки. Вот тут вот. Я что хочу сказать, которая была в попугая. Она нормальная. Она не трухлявая. Она ничего. Она вполне себе такая качественная. Она бы, мне кажется, ну да, уже такая мягенькая. Но кое-где, не вся. Она бы ещё, мне кажется, служить могла. И да, что я делаю с душной корой. Я её никогда не выкидываю. Я её использую в клумбе для мучей растений. То есть, безотходное производство. Ну, жалко. Хорошая кора. Она служит и мучой, и подкисливает немножко грунт. Это если хвойники у вас посажены, то это вообще супер. Так что не выкидывайте кору. Но у меня разная. Более крупная. С самком. Да вы что? Это же просто. Продолжение следует.